Новость, которую многие давно ждали. В Тюмени вот-вот откроется самый крупный в России мусоросортировочный завод. Уже в августе начнут принимать мусор черные и цветные металлы, стекло, картон, бумагу, пластик. А производство выйдет на полную мощность в первом квартале 2019 года. В год будут перерабатывать до 350 тысяч тонн отходов. Завод расположен на 9-м километре Вележанского тракта. На нем будут работать 300 человек. Ну, надо отметить, что это большой шаг к решению мусорной проблемы и вопроса обращения с отходами. Но нужно понимать, что усилия одной стороны, этого недостаточно, требуются какие-то совместные действия. Жители города должны понимать, насколько важно не мусорить, производить меньше отходов и, конечно же, их сортировать. В Тюмени за продвижение этих идей в массы взялись волонтеры добровольческого объединения «Круговорот». И сегодня они у нас в студии. Девушки, доброе утро. Доброе утро. Приятно вас видеть сегодня у нас в гостях. Ну, с чего начнем? Заниматься вообще мусорным вопросом, наверное, дело не самое приятное, тем более делать это в свое свободное время. Вот что движет вами? Почему вы хотите этим заниматься? Ксения. Я узнала, что в год россиянин выбрасывает 400 килограммов мусора. Это очень много. Я не хочу, чтобы мой мусор оказался в этой куче и решила сокращать свои отходы, сортировать и сдавать их на переработку. Поэтому я забочусь о природе и забочусь о себе. Хорошо. А чем именно занимаются ваши добровольческие движения «Круговорот»? Конкретно из чего состоит ваша работа? «Круговорот» занимается развитием раздельного сбора отходов в Тюмени. Мы проводим два вида акций в городе. Это экологический день на шести точках принимаем вторсырье и небольшое мероприятие, выездной пункт, который тоже помогает сдавать. Кроме того, мы проводим экологические уроки, где рассказываем о том, как разделять отходы и как, в принципе, сокращать их образование. Это уроки в школах? Не обязательно. В школах, в детских садах нас приглашают жители микрорайонов, могут пригласить конкретно для своей семьи. Такие варианты тоже могут. Мы проводим еще открытые эко-уроки, куда можно раз в месяц прийти. Это бесплатный эко-урок, открытый. Места постоянно меняются. Мы к этому еще вернемся. Лекции, да, такие? Ну, в последний раз я проводила даже эко-воркшоп. То есть от лекционного формата отходим. Ну, кстати, сколько сейчас волонтеров в вашей команде, которые как раз этим всем занимаются? Сейчас у нас 24 человека. Серьезная команда. Да, это разная степень занятости. Все участвуют по мере сил, потому что труд волонтерский, он не оплачивается. Но, тем не менее, мы постоянно растем, это радует. Наши коллеги недавно провели эксперимент для того, чтобы посмотреть, как тюменцы реагируют на тех, кто мусорит прямо на их глазах. Давайте посмотрим, что из этого получилось. Внимание на экран. Я поднимать не стала бы чистыми руками. Мне неприятно было для себя, конечно, это видеть, что такие сняряхи у нас. Ну, пошутил бы и сказал, ну что, промазал, да? Ну, замечания бы точно не сделала. Просто сама бы так делать не стала. Ну, цифра, мне кажется, шокирует. Из 45 человек только одна девушка сделала замечание. Я думала, ну, как минимум, ну, человек 8 точно будет людей, которые были этим недовольны. Кристина, Кристина, я хочу спросить, у тебя ты бы сделала замечание? Я бы сделала, честно. Вот не боялась? Не бы боялась. Мне кажется, что люди боятся просто. Ну, я согласна с этим. Я бы сама не стала делать замечание. Я считаю, что воспитывать должна не общество, а семья. И если бы я была совсем в настроении, но обычно я так и делаю, я бы просто сама подняла и выбросила человека. То есть даже если бы под ноги вам кинули бутылку? Если бы под ноги кинули, я бы подняла и выбросила. И сказала, вот, эхэй, смотри, как можно сделать. То есть вы никогда никому не указываете на то, что он там мусорит или что-то делать? Молча убираете, получается, за ним, если есть такая возможность. Нет, не убираем. Круговорот развивает систему раздельного сбора отходов в Тюмени. Мы сейчас не об обществе, а лично о вас. Лично о мне? Нет, я не убираю за кем-то. Для этого есть дворники и есть личная ответственность человека. Чужой мусор – это не моя проблема. Ну, вы согласны с Кристиной? Она считает, что воспитывать должно не общество, а семья. Ну, вот смотрите, если все-таки мусор донесли до мусорного бака, это уже хорошо. Ну, как раз ваше движение занимается тем, что эти отходы нужно сортировать и разделять. Попагандируют это. Да, общество сейчас к этому идет. Возле наших мусорных баков появились такие вот железные кубы, куда люди должны складывать пластиковые отходы, но люди складывают туда и пластиковые бутылки, и банки от шампуней, и от соков. Вот это же неправильно. Что именно должно появляться в этих кубах? Да, это действительно не совсем верно. В те металлические сетки, которые мы видим во дворе, можно бросать бутылки из-под напитков. Это первый тип пластика – PET. Можно убедиться в этом, перевернув бутылку, и увидеть треугольничек, в котором стоит цифра, указывающая на тип материала. А еще один вариант – это флакон от бытовой химии. Это второй тип пластика – HDPE. И можно бросать пленку, но не пакеты. Пищевая пленка – та, которая тянется, в которую мы заворачиваем сыры, например. А, ее тоже можно туда выбрасывать? Да, всего три типа сырья. Вот у нас пробочки тут. Как это у тебя? Мы правильно делаем, что собираем их? Я слышала, что вот их туда нельзя выбрасывать, да? Почему можно, если это первый или второй тип пластика обычно, крышечки делают из второго типа, желательно заглянуть и посмотреть. Но в целом, когда я вижу пробочки, мне всегда хочется спросить, куда делись бутылочки. Почему собрали только пробки, да? Да, потому что сама бутылка тоже представляет собой ценный вид сырья, поэтому лучше бутылочку вместе с пробочкой забросить в сетку, если наша цель – переработка. Есть ряд благотворительных проектов, когда собирают крышечки и до собранной деньги перечисляют на благотворительность, на помощь животным или на помощь больным детям, например. Там немного другая логика, имеет смысл ее поддерживать. Если дело в переработке, то лучше перерабатывать максимум. Вот на работе вообще удобно копить, много чего удобно копить на работе. Бумага. Раз, люди и макулатуру копили. Мы вот еще, видите, батарейки-аккумуляторы собираем на утилизацию. Вот наша коробочка почти заполнилась. Что делать, когда она будет полной? Кому звонить, куда сдавать? Куда бежать с ней? Совет. Во-первых, вы правильно собираете батарейки. Это очень нужное дело. Далее вам нужно связаться с обслуживающей организацией, которая утилизирует такие батарейки. Она у нас есть. Также у нас в Тюмени есть сеть эко-боксов, грин-боксов, куда можно положить энергосберегающие лампы, ртутные градусники и батарейки. Вы можете зайти в нашу группу и увидеть список этих мест, куда можно положить батарейки. В группу можете зайти, увидеть вот это, но и, наверное, там какая-то информация есть об акциях. Для тех, кто хочет к вам присоединиться. Я уверена, что после нашей беседы такие точно есть среди наших зрителей. Вот расскажите о ближайших мероприятиях, что делать людям, которые хотят влиться в ваши ряды. Да, из ближайших мероприятий 4 августа мы планируем сбор волонтеров. Можно к 6 часам подойти в назначенное место. Вся информация будет в группе. Прийти, рассказать о себе и оценить свои силы, попробовать чем-то помочь. И, конечно, 11 августа мы ждем всех желающих на августовский экологический день на 6 точках в городе сдавать вторсырье. Можно начинать с чего-то одного пробовать. Прекрасно. Ну что, подводим итог нашей беседы. Начинаем с себя, экологическое просвещение, воспитание. Сначала ты, потом дети твои, а потом, так сказать, и общество изменится. Люди вокруг. Спасибо за то, что вы делаете. Спасибо. Приходите к нам снова.